Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Ионы. Эту удивительную историю не совсем пророка, скорее антипророка, непослушного Богу, которого Господь вразумляет, наставляет, а он все равно или противится воле Божией, или бездействует. Вот он во время бури, как мы читали в предыдущей главе, пошел в трюм, лег и уснул. Проявляет полное бездействие. Действуют в этой истории все. Действует море, действует капитан с командой. Там, наверное, в пучине морской большие рыбины кишат, киты, левиафаны и прочие морские существа. Весь мир пришел в движение. Буря бездействует только пророк Божий. Но Господь заставит его действовать. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. Никакого большого кита на самом деле в оригинальном тексте, в мазарецком тексте, библейском, нет. Есть даг-гадоль. Даг – это рыба, гадоль – это большая. Большая. Большой, точнее, даг – слово мужского рода в иврите. Даг-гадоль – большая рыбина, могли бы мы перевести, проглатывает Иону. Все послушно Богу. И все послушны все живые существа. И не только море, но и существа, обитающие в нем. Вот эта большая чудесная рыба проглатывает Иону. И был, сказано в начале второй главы, Иона в очреве этой большой рыбы три дня и три ночи. Не случайно книга пророка Ионы прочитывается у нас на богослужении Великой Субботы в качестве одного из паримейных чтений. Это знамение Ионы, о котором сказал Христос. Как Иона был в очреве этой большой рыбы, на дальнем переводе кита, три дня и три ночи, так сын человеческий будет во власти смерти, три дня и три ночи будет в огромной пещере, а потом воскреснет. И вот поколению Христа было дано это знамение, знамение пророка Ионы. Господь ссылается на книгу пророка Ионы, содержание которой, конечно же, очень хорошо было известно иудеям первого века. Иона, наконец, начинает действовать. Оказавшись выброшенным с корабля во глубине морской пучины, более того, во глубине чрева этой огромной рыбины, Иона начинает действовать. И действие его проявляется молитвой. Он больше делать ничего не может. Он не может исправить ситуацию, не может бежать туда, куда ему повелел Господь, бежать в Ассирию, бежать в столицу Ашура, в Нинве. Все, что он может, это молиться. И эта молитва оказывается действенной. Основное содержание второй главы книги Ионы – это псалом. Эта молитва как бы соткана из разных текстов псалтири. В ней как бы, в ней, можно так сказать, синтез многих мест псалтири. Вот, например, я прочту несколько стихов из 138-го псалма по нашей нумерации, привычной нам нумерации септуагинты. Прочту 138-го псалма, стихи с 7-го по 10-й. Говорит псалмопевец, в молитве обращаясь к Богу, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Как Иона. «И там рука Твоя поведет меня и удержит меня, десница Твоя». Ну и далее скажу, может быть, тьма сокроет меня и так далее, но и тьма, и шеол преисподня, и там невозможно укрыться от присутствия Божия, от его десницы, от его силы. Прочтем этот псалм, который воспел Иона из чрева кита. И помолился Иона Господу Богу Своему из чрева кита, точнее, из чрева большой рыбы, да, к гадоль, и сказал, «Ко Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней, шеол, я возопил, и Ты услышал голос мой». Иона понимает, он спустился не просто во чрево кита, а в чрево преисподней, того шеола, куда сходят души всех умерших. Он живым сошел в преисподнюю. Удел нечестивых людей, удел богопротивников, как молится псалмопевец, да сойдут они живыми в ад, да сойдут они живыми вместо обитания умерших, в шеол. И вот здесь Иону постигло то, что должно постигать не пророков, а должно постигать, в общем-то, людей, неугодных Богу, живым сойти в ад. Не мертвым после смерти, а живым. Иона живым сошел в преисподнюю, как Надаф и Аверон, как другие нечестивцы, как Корох и другие, о которых мы читаем в Торе Моисеевой. Земля разверзлась, они живыми туда сошли. Вот здесь море оказался Иона, ниже еще земли, в пучине морской, во чреве большой рыбины. И Он говорит, да, я оказался в самом чреве преисподней. И вот оттуда, из чрева преисподней, откуда, казалось бы, нет выхода, я все-таки взываю к Тебе, Господи. Из чрева преисподней я возопил, Он говорит Богу. Я кричу к Тебе, и Ты услышал голос Мой. Господь слышит его и выручает из безвыходной ситуации. Далее Он описывает свою ситуацию, описывает свое положение трагическое. Ты вверг меня в глубину и сердце, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей Твоих, и дальше надежда, луч надежды. Однако я опять увижу святой храм Твой. Этот байт, этот дом Божий, это, конечно же, Иерусалимское святилище. Это храм, построенный Соломоном, это храм, где обитает слава Божия, это место на всей земле единственное, место почитания Бога, место, где совершается истинное, подлинное богослужение. Вот туда-то устремляется сердце Ионы, туда устремляется его надежда вся из глубины полной безнадежности. Он эту надежду исповедует и говорит, я опять увижу святой храм Твой. Часто эта надежда выражается в псалмах. Видеть лицо Господне, восходить в Иерусалим, это значит видеть божественный храм, храм в Иерусалиме. Объяли меня воды, до души моей бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Божий мой, изведешь душу мою из ада. Наверное, эти слова, слова Ионы из чрева Кита, из чрева, точнее, Большой Рыбины, они могут быть словами и всех сошедших в преисподнюю, всех, кого смерть заключила. Иона – это надежда всех усопших, всех ожидающих избавления в Шиоле, в преисподней. И эта надежда, и этот вопль Ионы, он дойдет до Бога, и туда, в эту преисподнюю, будет послан Избавитель. Избавитель Христос, который смертью своей победит смерть, сойдет в ад и выведет оттуда всех узников. Иона, это песни Ионы, тот, кто составил эту песнь, эта песнь наполнена предчувствием избавления из преисподней. А избавить может только тот, в чьей власти эта самая преисподняя. То есть, во власти Бога она, и он может из нее избавить. «Когда из немогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Опять Иона говорит Богу о том, что у Бога есть святой храм, и он верит, и он знает, и он чувствует, что его молитва, казалось бы, вырванная оттуда, вырвавшаяся оттуда, откуда не восходят к Богу молитвы, она оттуда, из глубины преисподней, дошла до Бога, до храма святого Божия. Место шхины, место особого присутствия Божия – это Иерусалимский храм. И вот туда, пред лицо Господне, дошла молитва Ионы. Туда же, пред лицо Господне, дошел вопль жителей Неневии. Не вопль их, а зло их дошло до них. И туда потом дойдет вопль кающихся неневитян. «Чтущие суетных и ложных оставили милосердного своего». Суетные, ложные – это божества, которых чтут идолопоклонники, язычники. Он, говорит Иона, оставили милосердного своего. Бог милосерден ко всем. Его милосердие проявится даже в отношении жителей Неневии. Вот они оставили Господа. Но, казалось бы, Иона его оставил, он от него убежал. А моряки, как раз, мы видели, вернулись, или впервые пришли, может быть, к Господу. Милосердному, долготерпеливому и многомилостивому. Но вот, однако, здесь от лица Ионы, видимо, говорится в отношении всех язычников, что языческие народы оставили Господа. Но они придут, и некоторые из них уже приходят к Господу, как капитан и команда корабля, среди которых оказался пророк Божий. «А я, — говорит Иона, — гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение». Иона обещает Всевышнему исполнить то, что повелел ему Господь. И он даже исполнит свой обет, то, что он ему обещал. А что же он ему обещал? Может быть, он сначала пообещал пойти в Неневию, а потом отказался. Помню, что в Неневии ждет его смерть, скорее всего, за такую проповедь, за проповедь покаяния бежит от лица Господня. Неясно, что он обещал из текста этого псалма Ионы. Неясно. Но он дает обет исполнить свое обещание. А исполнить он прежде всего должен то, что Господь ему повелел. А Господь ему повелел идти в Иону и там в Ионе проповедовать. Потому что зло Неневии, оно дошло до Господа. И он исповедует у Господа спасение. Вот это спасение от смерти, от преисподней, из самых глубин, в которые он спустился, убегая от Бога, из самых глубин его непослушания, это спасение, оно у Господа. Никто не спасет. Не спасут корабли, не спасут моряки, не спасет эта огромная рыбина. И сам его на себя спасти не может. Его может спасти только Господь. Ион исповедует, что спасение, можно сказать, здесь спасение не только из чрева большой рыбы, а вечное спасение, оно у Господа. Это спасение Иона и исповедует. Иона единственный непослушный Богу во всей этой истории. Он человек Божий. Несмотря ни на что, остается человеком Божьим не потому, что он избрал Бога, но потому, что Господь избрал его. Он остается собственностью Бога. И Господь дальше Иону спасет, и Иона будет исполнять то, что Бог ему повелел. Невозможно от Бога убежать, невозможно от Бога скрыться. Можно лишь исполнять волю Божью. Вспомним книгу пророка Амоса. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог повелел кто-нибудь пророчествовать. Господь заставит Иону пророчествовать в Неневии. Не хочешь – заставит, не можешь – научит. В воле Божией сопротивляться невозможно. Такой урок должен сделать Иона. И сказал Господь большой рыбе, и она извергла Иону на сушу. Туда, к берегам Святой Земли, большая рыба изблевала пророка Божия, и он вновь оказался в том месте, откуда бежал от лица Господня. Так оканчивается вторая глава. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok